Вы не можете не знать, что представляете интересы человека, которого называют долевым рейдером, у которого 8 квартир в собственности, и теперь не без вашей помощи он собирается вселиться в единственное жилье ветерана войны, 95-летний. Без комментариев. С профессиональным адвокатом Елена Максимова борется в одиночку. Предмет спора — квартира её матери, которую сначала долевые рейдеры попытались взять штурман. Дверь в квартиру взломанная, мама сидит с сокровавленными руками, разбиты портреты мужа, умершего сына. И мы только услышали такие слова, что сейчас старуху вынесем вперёд ногами. Это говорили профессиональные соседи, которых привела Валикова. А что это не выделить? Я тебя унесу, слышите, на телефон. Нет, вы так не разговариваете. При сотрудниках полиции ты мне унесёшь, угрозы. Татьяна Валикова приобрела долю в квартире 95-летнего ветерана войны Нины Артемьевны, якобы у её внучки, которая с бабушкой давно не живёт. Документы по сделке сразу вызвали множество вопросов. Экспертиза показала, что в момент подписания договора внучка Волковой Нины Артемьевны подписала договор с Валиковой под влиянием психотропных веществ. Сама Валикова, едва появившись на пороге квартиры, по словам её обитателей, сразу предложила либо продать оставшуюся жилплощадь, либо выкупить по заоблачной цене её долю. Я не скажу, что я продаю. Я, возможно, буду продавать. Недвижимости у Валиковой, как выяснилось, немало. В почтовый ящик, который пенсионерка и её дочь теперь делят с новой сособственницей, недавно бросили налоговое уведомление, из которого следует, что той принадлежат сразу несколько квартир в Сочи. А позже в суд пришли и другие люди, называющие себя жертвами Валиковой. Интересно, что во всех документах рядом с подписью Валиковой стоит фамилия скандально известного нотариуса Федорченко. Его имя упоминается чуть ли не в половине громких дел, связанных с квартирными долями. Вскоре после того, как Федорченко и Валикова оформили мою квартиру на себя, на меня было совершено нападение. Прямо возле подъезда моего дома меня сбила машина. Я не думаю, что это совпадение. После перенесённого инсульта состояние здоровья Нины Артемьевны ухудшилось. Ей предстоит длительная реабилитация. Ну что, мамуль, сейчас поедем обедать с тобой. Сейчас в судебных слушаниях объявлен перерыв. Елена готовится к сложному процессу, в котором она будет отстаивать единственное жильё своей матери.